ДТП, падение, дерево, пожар. Они приходят на помощь при любом ЧП, а сегодня помогли им. Спасателям Кирово-Чепецка торжественно вручили ключи от нового автомобиля. Черная и белая. Хороша новая машина в сравнении с прежней, уверяет Николай Ходорев. Это ему совсем скоро предстоит ездить на вызовы за рулем новинки. Просто сказка. Работали вот на машине. Мы устали ремонтировать, не знаю, каждая смена начиналась и заканчивалась ремонтом машины. Своими силами все. Но это, думаю, новая машина будет ездить, верой и правдой служить. Этот шестиместный УАЗ повышенной проходимости передан Управлению гражданской защиты Кирово-Чепецка от компании Уралхим. Это стало возможным благодаря программе «Безопасный город», которую компания реализует совместно с администрацией города. Вкладываем деньги не только в развитие безопасности нашего производства, но и в то, чтобы жизнь в городе становилась комфортнее и безопаснее. В течение последних 3-4 лет мы вложили более 5 миллионов рублей в программу «Безопасный город», создали систему видеонаблюдения совместно с нашей полицией. И вот в этом году приобрели автомобиль для городской спасательной службы. Безусловно, большое спасибо всем предприятиям города Кирово-Чепецка и компанию Уралхим за то, что вы не забываете и поддерживаете спасательное формирование города Кирово-Чепецка. Кроме того, лучшим спасателям города вручили благодарственные письма. Теперь на новом авто они смогут быстрее добираться до мест происшествий, оперативно помогать жителям. Такой подарок сложно переоценить, отметил начальник управления гражданской защиты города. Поэтому искренне выражаю благодарность за столь ценный подарок. Надеюсь, что и жители города это оценят по нашей работе. После торжественного вручения ключей от автомобиля на площади Конституции прошли показательные выступления пожарных служб. Специалисты продемонстрировали возможности новейшей техники, после чего к восторгу детей все присутствующие могли почувствовать себя настоящими спасателями, побывав в машинах специального назначения. Елена Чехомова, Николай Шахарбеев, Бюро новостей Дайпча.